Посёлок Новый Зелёный. Здесь обрели свои новые дома жители посёлков Кирзавод и ПВЗ, чьи квадратные метры ранее были признаны аварийными. Теперь бытовых вопросов стало гораздо меньше, однако появились социальные. Дороги, школы, больницы. Некоторые проблемы долго не решались. На встрече с жильцами депутат Лондонского городского совета Михаил Гиргенов разъяснил, как будет строиться работа по каждому вопросу. Назрела уже давно необходимость строительства школы. Наши дети, всем приходится ездить по всему городу. Это сложно и затратно. Если бы у нас построили школу, значит у нас посёлок Матросово будет. Старый, зелёный, солнечный. Не только новый зелёный. Я бы хотела узнать, будет строительство этой школы. Данный вопрос порядка 15 лет не сдвигался. Наконец-то в этом году определился участок, порядка двух гектар. В той стороне. И наконец-то, я думаю, уже в следующем году будем искать деньги на проектирование. И я думаю, в ближайшие четыре года мы уже сможем построить школу на 360 мест. Что касается больницы, то она есть. Однако её состояние оставляет желать лучшего. У нас есть по улице Марии Ростковой больница. Она построена не знаю каких годов, но там ни разу не было капитального ремонта. Там столько трещин. Посмотришь, фундамент весь осел. Фасад весь блеклый такой, сыплется всё. В общем, капитального ремонта давно не было. А зайдёшь вовнутрь, там, знаете, стены такие покрашены тёмной краской. Угнетающая обстановка. Наш город попал в программу мастер-плана. Я надеюсь, что в ближайшие годы действительно построятся новые корпуса. В этом году в микрорайоне будут укладывать асфальт внутри самого посёлка. Однако там, где он уже есть, появились лихачи. Увеличилась вот эта интенсивность движения в разы. Не просто так, один-два, раньше как ходил, а сейчас всё. Там постоянно, и особенно когда пробки. Очень большое движение, и хотел бы попросить, чтобы установили лежачих полицейских. Вопросы лихачей очень серьёзные. В этом году на совещании с администрацией ЖД района решили, что всё-таки на отвороте улицы авиационной поставим, так называемые, лежачих полицейских. Я слышу наказы по улице Шевцова, что нужно, и в следующем году будем прорабатывать. Существует проблема доступности транспорта. Глава железнодорожного района Николай Попов, Михаил Гиргенов и депутат Народного хурала договорились выделить больше автобусов на линию. Кроме того, власти намерены продлить льготный проезд на общественном транспорте при смене автобуса. Сейчас окно бесплатной пересадки один час. Хотят увеличить до 90 минут. Действует на весь муниципальный парк, трамваи и крупногабаритные автобусы, кроме маршрутных такси. Бояр Цедопов Сергей Петров. Новости дня.